Очень трудные, они должны быть узкими, поэтому работали мужчины маленькие и дети 14 лет, ну то есть когда еще не выросли. А вот воду собирали у нас женщин, то есть набирали воду вниз, водили, делили это работой, это была женская работа. Здесь вы еще увидите ступеньки, то есть засыпано, так как это место все-таки кладбище и не использовалось, засыпали, чтобы там не было проходным двором и опасно все-таки, там можно было кого-то убить и спрятать, например. Поэтому здесь засыпано, но скоро мы будем с вами гулять, вы увидите, какие длинные, как много ступенек и как глубоко надо было спускаться. Обратите внимание, вот здесь напротив входа маленькая такая постройка, вот чуть-чуть, это туалет, ну то есть куда-то же должны были ходить. А вот это все, это у нас хозяйственные постройки для каждого района, то есть в каждом районе выбирали своего клопета и посылали его на вот такие цириоли. Он должен был здесь, не один, он должен был следить, один, который, когда тела должны быть съели. И только когда тела чистой косточки звали родственников, то есть только с чистыми костями, то есть тела не дали мобеты. А косточки бросали в яму, мы сами погрели, уже с родственниками в ней. Потом, когда они спускались, эти помещения еще были для того, чтобы провести опрят, то есть прочитать молитву и, естественно, поминки. Поэтому, вы видите, совсем запрошены, там впереди будет, вообще, вон, я говорила, до 1965 года проводились эти опрятки. Сейчас вы скажете, птицы, птицы же были, сами по себе не могут так легко сюда вкунь, все знают. Но птиц держали, разводили больших, напоминающих нам грифон, да, которые съедали тело буквально сзади. Они, да, потому что их не кормили, а только в том месте, чтобы они прилетали, боились. И поэтому они уж кто, куда они убегут, что если... Поэтому мы с вами, когда дойдем до верха, вниз спускаться не будем. Это город Яск. В пустыне, это пустыня, он построен пустыню. Когда начинается, мы пойдем с сайта, посмотрим, а где хранили птиц.